13.07 в Кирове на студии на ФМ-программа «Особое мнение» в студии Анна Лапшина. Я временно заменяю, опять же, временно отсутствующую, ведущую особого мнения нашего главного редактора Светлану Занько, который на две недели в отпуске. Зато напротив меня постоянный гость, человек, который часто присутствует в нашей студии в качестве эксперта и ньюсмейкера, член общественной палаты, соорганизатор дискуссионного клуба «Вечерний» Николай Пифтин. Здравствуйте, Николай. Добрый день, Анна, вам и всем, кто слушает. Напоминаю, что в ходе программы вы можете задавать вопросы Николаю Пифтину через форму анонсов на нашем сайте echokirova.ru либо посредством смс на номер 8 909 720 101 и 0. Слушайте, пишите и комментируйте. Можете и смотреть. На сайте есть прямая видеотрансляция нашего эфира, и Николая там хорошо видно. Николай, мы с вами сегодня закрываем линейку особых мнений на этой неделе, поэтому у нас много тем, часть из них, возможно, будем обсуждать даже в формате Блицы, просто чтобы все успеть. Коротенечко. Так, ну вот, одной из главных тем уходящей недели с точки зрения общественной значимости было очередное заседание по резонансному делу, так называемому ОДТП у октября в областном суде. Накануне президиум област суда рассмотрел кассационную жалобу защиты Эдуарда Игнатьяна и оставил приговор Ленинского районного суда без изменения. Вчерашнему заседанию предшествовало рассмотрение жалобы в Верховном суде. Собственно, именно он и отправил жалобу на рассмотрение в Киров. Напомню, что в сентябре прошлого года Эдуарда Игнатьяна признали одним из виновников аварии, в результате которой погибли три человека и, по-моему, пострадали семь, если я не ошибаюсь. Да, и приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По версии следствия, водитель БМВ Эдуард Игнатьян двигался с превышением скорости, что и привело к столкновению со встречным автомобилем, по следующему повреждению еще нескольких машин и гибели людей. Защита Игнатьяна настаивала на том, что превышения скорости не было причиной ДТП. Ну и, собственно говоря, когда пошла информация про Верховный суд, про то, что Верховный суд отправляет сюда к нам на очередное рассмотрение дела Игнатьяна, были опасения и у представителей потерпевших, они их высказывали здесь у нас в студии, и у кировчан, которые в этой истории являются сторонними наблюдателями, о том, что вся эта суета, она не просто так, и раз дошли до Верховного суда, и он отправил снова в Киров, то приговор может быть пересмотрен. Хотя, как я понимаю, там, ну вот это обычная юридическая практика, наверное, да? Нет, это обычная юридическая практика. Они имеют право подать такие касации, что они сделали, воспользовались этим правом, и суд рассмотрел и принял решение, так что здесь как бы я ничего такого удивительного не вижу. Хотя ходят слухи о том, что якобы они не имели права эту касацию подавать и так далее, но суд такого как бы вывода не сделал, поэтому, как оно и есть, вот суд такое решение принял, значит, такое и приняло, обязаны его исполнять и уважать его. Николай, я почему конкретизирую, там, немножечко вопрос, да, были намеки на некие финансовые возможности, там, виновной стороны. Ой, ну давайте вспомним, когда еще судов не было, когда еще предсудебные все дела проходили, то такие варианты рассматривались, и не раз и обсуждались широко, и так далее, версии всякие были. Я тоже не исключаю и такой версии, возможно, вполне возможно. В нашей стране это я такое не исключаю, да, и в принципе, это в любой стране, по-моему, такое происходит. Так что вполне возможно, но результаты мы видим. Можно прогнозировать какое-то развитие этой ситуации? То есть там, я насколько понимаю, адвокаты потерпевших не исключают, что будут еще какие-то движения с точки зрения Игнатьяна? Нет, ну адвокаты, понимаете, для них это определенные заработки, плюс репутация определенная, и они, конечно, будут предпринимать какие-то меры для того, чтобы как-то уменьшить этот срок, скостить его там и так далее. Безусловно, это будут делать. И будем смотреть, что будет принимать суд, какое решение. Плюс обратная сторона, что такие действия будут производить. Обратная сторона этого про кого? Обратная сторона этого про кого? Потерпевших. Про потерпевших. Да, Николай, еще такой вопрос. Вот смотрите, вчера по окончании заседания, насколько я понимаю, журналисты опрашивали представителей сторон, и один из юристов, работавших по делу, Антон Долгих, выражал горячую благодарность суду, прокуратуре и лично главе ОМВД Сергею Солодовникову за исход вчерашнего заседания. Ну, собственно, насколько я понимаю, Антон это делал где-то в интернете, на своих ресурсах. Надо ли благодарить в таком случае? Вообще, вот эта благодарность, она как воспринимается? Нет, здесь я, скорее всего, считаю, что вот эта благодарность была чисто эмоциональная. Уже не как юриста, а просто эмоциональная такая благодарность, что Антону хотелось вот такое решение суда, оно получилось. И вот как бы его эмоции вот так и вы. А на самом деле здесь благодарить, конечно, как бы не надо. Люди делают свою работу. Люди свою работу, есть состязательность, есть суд, он принимает решение. И в конце концов, давайте потихоньку судам будем доверять все же. И то, что они приняли, какое бы ни было решение, кому-то нравится, кому-то нет, но его надо исполнять, вот и все. Я еще хотела поговорить с вами по-человечески в этой истории. Как вы думаете, все-таки вот сторона Эдуарда Игнатьяна, которая пытается протестовать, вынесенный ему приговор, насколько она с точки зрения, не знаю, человеческой себя правильно ведет? Ну, пять с половиной лет в колонии-поселении за три человеческие жизни, это не очень много, на мой взгляд. Понимаете, вот с моей точки зрения, здесь как раз вот такой момент, вот лично я усматриваю, что, ну, такое могло бы случиться практически с любым. Ну, аварии у нас бывают часто и так далее, и так далее, и гоняют часто, и скорость превышает все. Но как они вели себя, это, вот я считаю, вот это недопустимо. Вы имеете в виду поведения в судебных заседаниях, да? И до, да. Очень высокомерно, очень нагло. Потом мы видели, что Игнатьян делал еще до суда, он снова вдруг откуда-то у него машина появилась, он снова ездил уже без прав, там, и так далее. Плюс, значит, я читал в то время несколько его записей, как бы, в ВКонтакте. Ну, вызывающее поведение, конечно. Я считаю, это не Серега, это неправильно. Как вы думаете, научит ли ему, научит ли его этот приговор чему-либо? Мне кажется, нет, потому что таких людей вряд ли это научит. Я сомневаюсь. И что мы будем делать? Жить будем с таким. Понятно. Как-то грустно это звучит, конечно. Нет, ну давайте так, если у нас правое, нормальное демократическое государство, ну, как мы, ну, это вот закончится, у него с рукой он выйдет, мы что, его снова будем гнобить, что-то делать? Просто его общество должно игнорировать. Ну, невозможно игнорировать человека, который ездит 140 по городским улицам. Нет, ну, я говорю, здесь не столько в нарушении правил дорожного движения, сколько вот его человеческое, как бы его, ну, другой бы человек повинился бы, сказал, да, извините, вот так получилось. Ну, есть же нормы человеческой приличия какие-то и так далее. А он повел себя совершенно по-другому. Ну, вы знаете, у меня есть знакомые, которые ездят за рулем, которые попадали в аварии, некоторые из них после этого, ну, тяжело, конечно, ссоряться снова за руль, да? Конечно. Вот в этой ситуации. А здесь наоборот все. Все наоборот. Вот это, конечно, удручает. Думаете, по-другому будет? Удручает, да. Грустно. С самим человеком, скорее всего, вряд ли что-то случится. Грустно, потому что мы останемся с ним жить, судя по всему, в одном городе. Да. Так, едем дальше. На этой неделе наш город посетила министра здравоохранения Вероника Скворцова. В среду это было? Да. В среду, я не ошибаюсь. Нет, наверное, во вторник все-таки, во вторник. СМИ отмечают, что министр не случайно выбрал наш регион для своего посещения, потому что именно в Кировской области намечены очень позитивные тенденции за последние полтора года. Повышается рождаемость, снижается смертность. Надо было понять, что мы такое придумали, что у нас так все хорошо развивалось. Вот, дескать, поэтому Вероника Скворцова к нам и приехала. Во время своего пребывания здесь она посетила фармацевтическое производство на НОЛЕК, были громкие заявления по Росплазме, посетила она комбинат готовых блюд, по-моему, фудзавод он называется, да. Кроме того, посетила областную травматологическую больницу. И по итогам посещения этой больницы, как сообщают в СМИ, ощутила гордость за российское здравоохранение. Там, кстати, действительно есть чем гордиться, периодически приходят оттуда сообщения. Технологии современные применяют, там очень успешно с этим работают. Недавно они вот новое отделение открыли там по коленам существа. Это большое дело, да, действительно. Это очень стоящее дело. Делают уникальные операции, да. Ну, есть что показать. Да, ну, собственно говоря, вопрос у меня следующий. Гости повели вот по таким вот нашим выдающимся, скажем так, объектам, да. Какие-то из них достроенные, какие-то недостроенные. Да. Как вы думаете, почему? Не, ну, это элементарная, банальная такая практика работы властей. Это всегда так делается. Что именно? Ну, чтобы показать хорошее, показать, какие успехи достигнуты и так далее. Если эти успехи реально есть, то почему бы нам тоже не порадоваться? Ну, единственное, что это не значит, что мы сейчас должны в начале волоски хлопать и не видеть того, что у нас до сих пор какие проблемы существуют. Поэтому это, в принципе, нормально. И вот то, что по травме говорили, да, надо людям и сказать об этом и отметить, что, да, действительно, там успехи серьезные. Но, тем не менее, в травме есть и проблем много. Начиная там безобразного содержания туалетов там и так далее. Как вы, мы заводили министров туалет? Ну, я смеваюсь, но... Ну, может, туалет сейчас почистили, как принесли, я не знаю. Ну, скорее всего, я думаю, что вы... Кстати, вот как раз это вот на войне мысли, и не на мысли, а реальная ситуация, это я еще знаю с советских времен, вот надо, чтобы чаще они приезжали, у нас получше будет, почище будет, будут прибираться там и так далее. У них времени не хватит, у нас много регионов в стране. Ну, замок много. А в каждом сколько больниц? Начинает завлекать... Мне кажется, время у министров не резиновое. Ну, это я так шучу. Николай, у меня вот такой вопрос. А может быть, все-таки стоило Веронику Скворцову повезти по каким-то проблемным местам? Нет, я считаю, что... Я здесь не видел, и вот когда выход в прессе был у них, я этого, к сожалению, не был. Но я уверен о том, что об этом разговор и был. Какие есть проблемы, как их решать надо, какие пути там и так далее. Я уверен, что это было. Ну, как бы в моей логике укладываться, что это должно было быть обязательно. Это не только вот, что футзавод показали, ложки похлопали и разъехались. Отнюдь не это. А не кажется вам, что министрам вообще надо инкогнито приезжать в российские регионы? Ой, вы знаете, эта тема для меня так своеобразно больная. Я вообще считаю, что вот такая фраза, визит министра, это как визит президента, как визит короля. Да, ну это что, ненормально? Это нормальная рабочая поездка, и их должно быть чаще. И, конечно, инкогнито должны приезжать. Это нормальная практика, это лучше будет даже. Приехал незаметно для областных властей. Тихонечко зашел в районную поликлинику. Конечно. Сел в очередь, поговорил с пациентами. Конечно. Узнал, собрал информацию. Я считаю, это очень полезно, да. А реально это в России? Ой, надеюсь, что доживем и до этого. Нет, у нас, понимаете, вот в бытность еще старого губернатора, я помню, я помню, это и не раз озвучивал, я даже до смешного доходило, когда у нас в прессе идет информация, что губернатор Кировской области посидел с визитом завода ОЦЕМ. О как! Ну вообще бред какой-то, понимаете, в моем понимании. Что значит визит? Ну он просто рожем съел, а поехали в ОЦЕМ, поехали, поехал, съездил, посмотрел. Что за визит? Ну как-то это не так. Но это, мне кажется, для того, чтобы торжественность придать этому моменту. Зачем? Ну как зачем? Все-таки губернатор снизошел. Ну вот от этого надо уходить, конечно. Я с вами соглашусь. От этого надо уходить. Я с вами соглашусь. Это нормальная рабочая обстановка, и нормальная работа без всякого шума, пиара и так далее. Там перегораживание улиц, кортежей и так далее. Надо уходить от всего этого. У меня еще такой вопрос, Николай. Вот смотрите, стоит, допустим, перед областными властями выбор. Приезжает министру. Министру время, как известно, ограничено. То есть она приезжает на несколько, может быть, часов. У нее достаточно плотный график. И есть выбор. Показать все-таки проблемные какие-то объекты, либо показать объекты, где у нас все хорошо. Нет, здесь, Анна, насколько я понимаю, здесь зависит от самого министра, что он хочет увидеть. Да, безусловно. Потому что вот эти поездки, вот на сегодня у нас, они, к сожалению, вот так происходят, что наверняка это шло согласование, может быть, там за несколько недель и месяцев. Ну вот Дмитрий Александрович, Матвей. Что показать, куда свозить, маршруты наметить и так далее. Это все было согласовано. Значит, министру захотелось вот именно вот это увидеть. И здесь ведь есть предпосылки такие, вот я так скажу, не то, что вот, как это сказать, в розовом цвете показать, но вот это же, допустим, фудзавод, я так понял. Аня, почему поехала посмотреть, потому что они хотят этот опыт на всю страну распространять. Но технологии уникальные. Да, это же травма, они хотят это на всю страну. Вот им надо было вот, что посмотрите, что же происходит. И стоит ли это вот распространять шире. И похоже, что они к этому пришли, что да, на это шире распространять нормальные вещи сделаны. Я все-таки вопрос дозадам. Дмитрий Матвеев, он говорил, что предлагался список из определенных объектов, да, действительно, Вероники Скворцовой, и она выбрала там вот эти предприятия, которые она поехала посещать. Но, тем не менее, вот смотрите, с точки зрения полезности, может быть, для жителей того или иного региона, наверное, было бы здорово, если бы министры периодически заходили в какие-то не самые лучшие места, то или иной своей подведомственной сферы, да, мы с вами на этом согласились. С другой стороны, я прекрасно понимаю, там региональные власти, которые ведут министра и любого другого там высокого чиновника в какие-то, ну не знаю, там прилизанные, не прилизанные, но тем не менее там почищенные и украшенные учреждения. Почему? Потому что наверняка есть ведь шансы на то, что дадут денег? На развитие еще чего-нибудь? Нет, безусловно, присутствует. И вот мы с вами говорили о том, что если министры начнут просто как в рабочем порядке просто так вот ездить, то потихонечку и будут начнутся и коридоры более чистые станут, туалеты более чистые станут. А если они еще лечиться начнут в этих учреждениях? Ой, ну давайте уже стартим, если так не будет. Понятно, размечтались. Слишком размечтались. Понятно. Далее, на этой неделе газета «Бизнес новости», там, насколько я понимаю, и вы в Фейсбуке ссылались на эту публикацию, опубликовала результаты аналитического исследования регионов по уровню качества условий ведения предпринимательской деятельности. Да. Да, и вот, к сожалению, Кировская область попала в группу отстающих регионов, где условия для ведения бизнеса всего лишь удовлетворительны. Это группа «Д», насколько я поняла, первая из конца, там, по-моему, их всего пять. В число лидеров, регионов лидеров с рейтингом «А» вошли экономически развитые субъекты России, такие как Москва, Московская область, Петербург, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Сака, Якутия, ну и там еще несколько, да, Республика Татарстан из наших ближайших соседей. Вот, и в Кировской области, как пишет бизнес-новости, эксперты отметили слабое развитие местных рынков сбыта и сложности с доступом к внешним рынкам, так как отсутствует развитая инфраструктура. То есть, я вот здесь не очень поняла, конечно, из публикации, возможно, имелась в виду транспортная инфраструктура, может быть, наши многострадальные дороги или еще что-то. В комплексе все, скорее всего, в комплексе это и административное давление на бизнес, и налоговые какие-то проверки и так далее, это все вкупе все это дает. Но я считаю, что вот такое положение в этой таблице в области стоит очень серьезно задуматься, потому что это очень нехороший симптом, то, что у нас бизнес, в общем-то, не дают нормально развиваться, это стоит, это серьезная работа, мне кажется, вообще на углу угла это ставить. А хочет бизнес развиваться в Кировской области, как Вы думаете? Нет, конечно, конечно, если нормальные условия будут, он будет развиваться, и внешний бизнес придется для инвесторов появиться и так далее, и так далее. Я вот, Николай, слышала мнение, что очень многие бизнесмоны в Кировской области свои проекты сворачивают и уезжают куда-то в другое место. Они поэтому и сворачивают, и я знаю, не ряд бизнесменов, которые уезжают. И в старые времена было, когда люди приходили сюда, и даже иностранцы приходили по работе, в год-два уходят, говорят, нет уж, ребята, Вы тут без нас как-нибудь. Вы думаете, это с нашими местными проблемами, в том числе бюрократическими, связано, или это все-таки связано с уровнем жизни населения? Нет, вспомните, такой момент был года три назад, по-моему, когда Белых пригласил сюда несколько крупных миллионеров, которые прописались бы в области, чтобы платили НДФЛ здесь. Они прописали в Венихамском районе, по-моему, где-то прописались, и год они позжили, и налога закошмарила, и они отсюда убежали. Вот он результат. Налоговые виноваты. А потом приходят и жалуются, что налогов нет. Как Вы думаете? Нет, понимаете, идет такое сепарирование, выборка. Ага, вот этого мы будем трогать, этого не будем трогать. В принципе, должны все одинаково быть перед заплатой. В одинаковых условиях быть. И я детали не знаю, но я глубоко сомневаюсь, что пришельцы сюда в то время вот эти миллионеры, чтобы у них было что-то нечистое и так далее, что их можно было как-то так наказать и вообще выдавить отсюда. Мне кажется, здесь больше политика прошла. Просто их выдавили и показали, что, видите, вот губернатор пригласил, а они, видите, какие-то есть такие сякие, оказывается, и налоги-то не платят. Хотя на самом деле они там налога заплатили и немало. Это же Лебедя, вспомните, сюда приходил и пытался здесь что-то сделать, но ничего не получилось. Это миллиардер и не смог сделать. Значит, вопрос очень серьезный. Значит, ему очень здорово меняет. С нашим менталитетом, может быть, связанных? Нет, скорее всего, здесь это чисто технология работы власти. А Вы знаете, Николай, вот у меня вот какой вопрос. Помнится, по первости, когда Никита Белых здесь только появился, он писал, я уже не помню, где и в каком, там, я не знаю, это было либо интервью, либо, может быть, просто высказывание, о том, что в России вообще есть такая черта у людей. Люди не любят тех, кто богат и кто умеет деньги зарабатывать. Нет, это есть, это, безусловно, есть, но здесь, понимаете, вот я, допустим, противник сейчас пытается все выдавать, а богатых еще больше налогом обложим. Это так называемое… Ну, НДФЛ там, неважно. Да, да, да. Нет, суть-то такая, что людей, никто не считает, что вот этот богатый, получая вот эти, там, миллионы, он сколько налогов платит, что, там, ну, сотни, наверное, богатых людей столько они зарабатывают, сколько он один платит. Потом надо все же стремиться, чтобы у нас богатых больше было, а не бедных больше. И не кошмарить их. И не кошмарить, конечно, конечно. А это у нас, кошмарить у нас умеют, только команда ФАСП раз звучит, и все моментально найдут миллион причин, чтобы закошмарить. Я, возвращаясь к результатам вот этого исследования, о котором пишет Бизнес Новости, вот что хочу сказать. Тут эксперты обращают, значит, внимание региональных властей на то, что нужно им прислушаться, видимо, все-таки к этому анализу. Мне кажется, даже… И искать какие-то точки роста местной экономики, но вот какие, непонятно, потому что эти же эксперты говорят, что ресурсами природными наша область бедна, крупных предприятий у нас нет. Нет, Анна, понимаете, то, что прислушаться, с моей точки зрения, это безусловно надо. И мне кажется, вообще должно быть серьезное заседание правительства провести, разбор полетов серьезный провести и увидеть причину, почему их в таком месте в рейтинге оказались. Это безусловно надо. Второе. Здесь, на мой взгляд, кроется одна существенная ошибка. Вот то, что там начали обсуждать, что найти, а чего же развивать. Бизнес сам решит, создайте им условия, не мешайте. И он сам найдет эти точки роста. А мы опять хотим поуправлять, за людей подумать. А давайте, вот, точка роста, давайте развивайте. Да бизнес сам решит, не надо им управлять. Ему надо создать условия, то бишь законные, их не трогать, не менять. И не мешать, все. И он сам сделает все. Мне кажется, сейчас будет сложно просто не мешать. Вероятно, надо будет как-то еще и поддерживать, учитывая там, в том числе и в экономике ситуацию. Нет, поддерживать, что значит поддерживать? Это тоже поддержание, это тоже полка двух концов. Любой нормальный бизнесмен скажет, слушай, а почему этого поддержали? А меня нет, а на всех денег не хватит. А на всех денег не хватит. Дальше поддержка, ведь это, она чревата опасностями. В любой момент власть может сказать, слушай, мы тебя поддержали, и ты давай-ка сейчас вот это сделай, вот так и так. Нам начинается политика. То есть поддержка это, я вообще не согласен с поддержкой. Я еще раз говорю, миллион раз говорил, не мешать. Не лезьте. Создать условия и не мешать. А если же бизнес не развивается в присознанных условиях, значит меняйте условия, значит они неправильные. Значит не мешают бизнесу развиваться. Вот и все, банально просто. Поняла вас. Так, наверное, мы все-таки начнем немножко эту тему. Я, по крайней мере, сделаю за дел. Тема касается точечной застройки. И, значит, на вчерашнем заседании городской думы, как сообщает наш сайт, эхокирова.ру, было, значит, принято решение, что дома высотностью 17 этажей будут строить только с разрешения градостроительного совета. То есть депутаты накануне внесли поправки в правила землепользования и застройки. В числе прочих в документе теперь прописаны минимальная площадь земельного участка, коэффициент плотности застройки. И вот как раз максимальная этажность для многоквартирных домов. 17 этажей, но у строителей есть определенная лазейка. То есть они могут возвести здание и выше. Но для этого необходимо вынести вопрос на рассмотрение градостроительного совета. И коллеги напоминают, что в ситуации со строительством торгового центра напротив филармонии Совет одобрил увеличение этажности с разрешенных 3-4 этажей в том районе конкретном, где он будет располагаться, до 8 этажей. Ну и кроме этого, теперь при возведении жилого дома строители должны будут разрабатывать документацию с параметрами застройки территории всего квартала, учитывать зоны зеленых насаждений и прочие вещи. Я думаю, что, наверное, вот сейчас мы с вами прервемся на рекламу немножко раньше, чем обычно, просто чтобы вас потом во время ответа не прерывать. Я напоминаю, что эта программа «Особое мнение» и у нас в гостях Николай Пихтин, член общественной палаты и соорганизатор дискуссионного клуба «Вечерний». Продолжается программа «Особое мнение». Мы продолжаем говорить с Николаем Пихтином, членом общественной палаты, и с организатором дискуссионного клуба «Вечерний». Напомню, что остановились мы на теме точечной застройки, в частности, на том, что накануне на заседании городской думы были внесены определенные поправки в документацию. Ну и теперь, собственно говоря, при возведении жилых домов строители должны разрабатывать параметры застройки территории всего квартала, учитывая в том числе зоны зеленых насаждений, и в перспективе, как я понимаю, какие-то объекты социальной инфраструктуры. Социальные стоянки. Да-да-да. Николай, что вы думаете по этому поводу? Будет работать? Нет, во-первых, то, что сейчас и ОЗС, и Гордума начали что-то в движении, это уже положительный результат. А это в том числе и благодаря и СМИ, и общественному мнению и так далее. То, что вот сейчас они приняли конкретно, ну, во-первых, для меня непонятно, почему 17. Ну, мне тоже не очень понятно. Там, наверное, есть определенные высотности. Вот проходил митинг, и мы в клубе все обсуждали, и так вот где-то в сетях, в соцсетях обсуждение идет, и все сходятся к очень простой, банальной, оказывается, вещи. Нет прозрачности. Почему 17? Ну, дайте людям обоснования. Расскажите, почему 17, а интернации ли не 20? Я думаю, оно на самом деле есть, просто на этом внимание не застрелит. Я говорю, публичности нет. Поэтому здесь как-то довольно странно. А то, что хотят, что дом рассматривать в комплексе застройки, а какая же реакция будет жителей и так далее, и так далее, это хорошая положительная тенденция. И то, что будет утверждать Градсовет, тоже замечательно, но, опять же, как это Градсовет собирается, кто туда входит, и входит ли вообще, и ходят ли они. И не фикции ли это в каком-то смысле. Ну, то есть вы предполагаете, что может быть принято решение, а члены Градсовета просто придут и поставят свои подписи? Ну, и заучное голосование, формы такие. Дальше они, может быть, собрались, кворума не было. Есть там регламент, и Градсовет строительный совет, он на сегодня это как совещательный орган, он какой-то силы не имеет определенной. И вот я предлагал, и вот на резолюции писали, и митинг прошел в резолюции, чтобы туда везти общественника. Но я предлагаю... Что ответили? Пока ждем ответов, не знаю, я разослали письма, и все, ждем ответов официальных. Но я хочу пояснить немножко мою позицию по общественнику, поэтому там должен присутствовать не градостроитель или архитектор общественника. То есть профильное образование не нужно? Не нужно. Здесь, в моем понимании, там нужен человек, типа, ну, так скажем, журналиста, который придет, послушает, и завтра в паблике или вечером выдаст, что там было. Больше ничего им не надо. А если это будет юрист-общественник? Не, ну, ради бога, пусть юрист будет. Важно, чтобы он выдавал в паблик, что там было без привязанности и без каких-то... Специфических терминов. Да, чтобы было, естественно. Чтобы это было понятно всем. Понятно, что же там произошло, что утверждали, что было вынесено, что утвердили, что не утвердили, почему и так далее. Вот такая информация должна выноситься. Это, во-первых, это что даст? Это будет дисциплинировать сам градостроительный совет. Это будет дисциплинировать уже руководство города, которое будет выносить на него какие-то решения. То есть вот эта публичность, она обязательно должна присутствовать. Почему она раньше не присутствовала, честно говоря, на загадке? Дальше обязательно необходимо опубликовать наш полный генплан Кирова, который на сегодня, как мне заявили в мэрии, является секретным. Я хотела спросить, а он есть? Он нет, он есть, утвержден. Там, по-моему, чуть ли не 23-го года, если не дальше. По-моему, даже чуть ли не 28-го. А это свежий генплан? Он есть, да, там носят изменения, конечно, бывает все новое. Он считается секретным, значит, его как бы публиковать нельзя. Но Москва, я отмечу, что они нынче сделали вообще грандиозный макет всей Москвы, который по площади, там я не помню сколько метров, но в самом большом мире получился. Но и Москва не маленькая. И люди-то видят, что будет, что, где будет строиться и когда будет строиться. Сегодня люди двух раз приходят во дворе, приехали трактор, стали копать и поставили кран, и через неделю там начали что-то строить. Ну, как-то ненормальное. Ну, бывает такое, да. И мы от резолюции, кстати, писали, что такие стройки, нужно жильцами ближайших домов минимум за месяц уведомлять их. Каждого пощел в ящик каждому кидать. Это тоже нормальная работа, ничего страшного в этом нет. Да, кто-то будет возмущаться, кто-то будет радоваться. Но когда есть и власть обоснует все это, люди нормально это будут понимать. Но я, насколько знаю, в той же Москве, даже если капитальный ремонт в доме начинается, там за месяц висят объявления, уважаемые жильцы, простите нас, пожалуйста, мы тут у вас немножко пошумим. Ну, у нас так же дело только в один день. Но у нас это делается только, когда начинается шум, к сожалению, не заранее. Так что вот это все. Плюс, значит, публичные слушания должны быть, проходить. Не так, как сейчас. То, что норма закона определяет, ведь как норма закона говорит о том, что нужно проинформировать. Но они написали в газете, где-то на 5-й, 7-й полосе, там, маленькой объявленице. Но никто не видел. Это надо вот вам выходить, другие СМИ выходить и говорить. Вот, публично слушаем по такому-то вопросу. Да, пожалуйста, у нас открытые площадки. И не надо власти бояться этого нормально. Но вот, к сожалению, у них подход, я не знаю, удастся ли его переломить, изменить в ближайшие годы, но подход такой, лучше мы сделаем все тихонечко. Нет, так и ну и есть. Я о чем говорю. Что нет прозрачности, но здесь есть некоторые моменты, которые должны понимать и власть, и граждане. То есть, если же... Во-первых, надо учиться договариваться. Мы до сих пор не умеем договариваться. Приходят граждане недовольные, и они уперлись. Нет, вот только так и так, и не иначе. Причем граждане тоже не умеют договариваться. Да, да. Дальше мы должны идти на уступки друг к другу. Что власть должна уступать гражданам, что граждане должны уступать власть. Если власть убедила, граждане должны согласиться с этим. К сожалению, у нас нет. У нас власть в одну сторону баррикад, а эти по другую, и никто не хочет отступать. И никто друг друга не хочет слушать и слышать? Конечно. Вот это болезнь, да. Это вот, кстати, наш же дискуссионный клуб, мы для этого все вот эти моменты стирать, мы для этого и проводим, чтобы учились люди потихоньку слушать, понимать, выслушать аргументы, уступать. И еще мы, представители власти, к вам ходили почаще, особенно по проблемным темам. А то они обычно себя ведут, политика страуса, голову в песок, и никуда не пойду. Мы об этом не раз говорили уже, что городская администрация ведет себя в инфополе, довольно странно, довольно редко они появляются, довольно редко вступают в дискуссии какие-то и так далее. Ну, будем менять потихоньку это. Но люди занятые, можно их понять. Не до нас им. Не, ну, дело в том, что я вам скажу, вот и по работе общественной палате, например, областная администрация без проблем приходит на любое заседание, когда пригласят материалы, предлагают, вообще проблем нет прощества. А с городской постоянно проблемы. Вот недавно, драный, первый раз пришел. Но пришел. Но пришел. Я говорю, подвижки есть, потихоньку подвижки есть какие-то, недостаточно, мало, еще, надо больше. То есть, опять же, открытости не хватает, городской администрации не хватает открытости. Ну, будем надеяться, что она все-таки будет меняться. Я еще с точки зрения строительной темы хотела в целом поговорить о точечной застройке и о ее восприятии, скажем так, гражданами. То есть, у нас здесь в студии говорилось это неоднократно и нашими экспертами, и нашими ведущими, и нашими слушателями о том, что точечная застройка это очень-очень-очень плохо. Не соглашусь. Я тоже не согласна с таким мнением, на мой взгляд. Мне кажется, что некрасиво втыкать, конечно, очередной какой-то объект без согласования с местными жителями, которые давно живут, например, в том или ином микрорайоне. Ну, во-первых, там создается проблема с транспортом, во-вторых, там нагрузка на коммунальные сети и прочее. С другой стороны, я просто перекладываю эту тему на себя, на своих знакомых. Когда живут люди, семья в каком-то квартале определенном, живут 10 лет, живут 20 лет, они здесь ко всему привыкли, они здесь все знают, люди, там, не знаю, березки какие-то сажали здесь на ближайшем газоне. Потом семья расширяется, кому-то надо отселяться. Если бы рядом с этими домами строились еще какие-то новые дома, проблем бы не возникало. Но у нас проблема в том, что микрорайоны новой застройки у нас в основном там это либо на окраине города где-то, да, либо вот там чистые пруды, еще что-то, еще что-то. То, что строится отдельно, одним домом, воспринимается местными жителями из других домов исключительно как точечная застройка и негативный. Нет, так это опять же от незнаний и опять же от отсутствия информации. Я говорю, есть генплан. В принципе, там все это прописано. Дальше точечная застройка, так категорически я бы не стал говорить, что это плохо. Потому что есть, могут быть хорошие моменты, могут быть плохие. Смотря на то, что строится. Конечно, я, безусловно, уверен, что если стоят там, ну, образно, я скажу, допустим, пятиэтажки, куча, и вдруг между ними возникает что-то такое непонятное. На 25 этажей. Да, вопросы возникают, а где же дизайн города самого, а где же политика городская, градостроительство и так далее. А если же что-то такое же подобное, ну, как бы вписывается. 17 этажей. Нет, я не об этой должности даже, а вписывание в стиль архитектурного смысла, то почему бы нет. Но опять же, надо выходить к гражданам и им заранее говорить, увеждать, рассказывать им, что-то принесет. И вот этот момент очень важный, городадминистрация уловила наконец-то, что вокруг-то посмотрим, а хватит ли тротуаров, в конце концов, подъездов, стоянок для машин, в конце концов, туалетов хватит ли. Мест в поликлинике ближайшей. Да, да, да. То есть, вот это все в комплексе, если рассматривать, то аппетиты подсоточной застройки у желающих, они пропадут. Когда застройщик поймет, что ему надо, оказывается, еще очень много чего сделать, кроме, чтобы домик построить. Так что, такой комплексный подход, правильно, но опять же, вот сотый раз говорю, что нужна публичность. Нужна публичность. Чем больше, тем лучше. Ну и, наверное, со стороны местных жителей все-таки нужно желание слышать, да, тех, кто приходит? Конечно, желание слышать, да. Не просто покричать и сказать, нет, мы не хотим. Нет, но при этом и обратной связи от власти должна быть. Власть тоже должна быть готова на уступки пойти на какие-то. Может быть, жители убедят власти, что здесь не надо строить или не так строить. И власть должна прислушаться, это услышать, и реакция должна быть нормальная. А они тоже не уперятся, что нет, вот здесь вот это будет, и все. Ну, понятно. Надо уметь договариваться. Она умеет договариваться, да. Поняла вас. Николай, есть еще несколько тем, которые мы хотели бы затронуть, но времени, конечно, катастрофически мало, поэтому я, наверное, обращусь к теме нашего проекта «Велотор Вятка Киров-2014», и потом к теме вашего проекта, который мы с вами договорились перед эфиром анонсировать. Собственно говоря, вот что. Проект «Велотор Вятка Киров-2014» – это наш совместный проект с велоактивистами. Велоактивисты, соответственно, там проводят и занятия для велосипедистов, и организуют установку велоинфраструктуры. Мы со своей стороны оказываем им информационную поддержку. Ну и, собственно, после старта проекта, там большой был старт, это был велопробег в конце июня, да. В сравнении, я не смог побывать, но увидел. Но увидели. Вызвало определенные нарекания, значит, вот эта вот идея инициатива, в том числе там у некоторых общественных активистов. Я могу сказать, это Артур Абашев, там, да, тот же Антон Долгих, который любит пошуметь всегда. Ну... Хорошо, я немножко не соглашусь, я могу здесь поподробнее рассказать. Хорошо, вот как раз об этом, да, я бы хотела услышать, потому что... Сам принцип велотура и само вот это движение замечательное, и никому претензий нет, кроме некоторых оголтелых людей, которым вообще все никогда не нравится. Это нормальный, хороший проект, надо его развивать и дальше продвигать. Там вопрос шел о другом, в частности, Артур Абашев. Он увидел, он человек, борющийся по закону, он законник такой, что все должно быть по закону, он увидел нарушение правил дорожного движения перед исследованием этого маршрута, что вполне резонно. То есть надо было заранее это согласовать, и на это обратить особое внимание. И это я бы так назвал издержки роста такого. То есть велотура сейчас, услышав это на будущее, вот уже значит. Безусловно, они приняли это все. Надо следить, и это очень замечательно. Вот о чем мы говорили, слышать друг друга, вот они услышали, и очень замечательно. И не надо здесь натура что-то вешать, и так далее. Нету, почти. Нету, что его защищают. И то, что вот там сорвалось с подачи заявления по митингу, это тоже издержки роста, и ничего, в следующий раз будут знать правильно, как, чего составить бумагу, как подать, и так далее, и все это дело. И нормально все это будет, ничего страшного. Я-то просто в этой ситуации как раз хотела призвать общественных активистов, которые чем-то недовольны там, да, любым проектом. Дело в том, что просто проект Велотуру мы анонсировали, в том числе, в нашем эфире, приходили сюда велоактивисты. Вот, к большому сожалению, критики их проекта, они не звонили нам в эфир. Вот, я была бы рада, если бы они позвонили, услышали друг друга и могли бы пообщаться. Они не позвонят, я уверен, потому что у них конструктива-то нет, они просто не хотят еще, они просто штыки вот такие вещи. Ну, того же Артура были бы рады услышать. Анна, быть банально просто. Вот, ребята организовали Велотуру, вот это, да? Да. Начинаются. И я уже читал лично сам. Ой, что, Велотуру сделали, лучше шли вот там дороги. Ну, конечно. Ну, это бы нормально. Велопарковки ставите. Троллинг так называемый. Ну, делали бы дороги, сказали, а что вы, вот, сделайте Велотуру. Ну, это все. Поняла вас. Потому что с ними разговаривать не о чем. Ну, думаете, издержки роста и критика это тоже издержки роста. Конечно. Перерастем. Хорошо, Николай, давайте мы еще анонсируем ваше заседание августовское в дискуссионном клубе «Вечерний». Насколько я понимаю, 19-го числа. Ориентировочно. Ориентировочно. 19-го августа вы планируете провести заседание с участием кандидатов в губернаторы. Да, мы хотели бы сделать своеобразные дебаты. Значит, где будет, ну, если вот на сегодня пять у нас кандидатов могут зарегистрироваться. На сегодня пока один еще получил документы, остальные не получили. Значит, с областной избирательной комиссией я переговорил. Ну, там как бы нарушения закона нет, все по закону можно. Вот мы хотели бы такие дебаты провести, но как результатом этих дебатов должна стать резолюция, которая станет определенным наказом губернатору, который будет выбран. Тому кандидату, которому выберут. Поэтому мы сейчас собираем, и я вот слушатели, у кого есть, мы собираем 4, 5, ну, 6, может быть, вопросов, основных, глобальных, которые бы потом можно было с губернатора спросить. Не просто так вот там, лишь бы о чем, а конкретных 4, 5 на 6 вопросов. Поэтому, если у кого-то будут, присылайте варианты, мы будем рассматривать, будем отбирать и вот их формулировать. Николай, куда можно отправлять? А можно, давайте к вам лучше, к вам отправляйте, вы мне переправите, и все, наверное, так лучше будет. То есть можно попробовать отправлять это на адрес нашей редакции, адрес есть у нас на сайте эхакирова.ру, там же есть контактные телефоны, собственно говоря, если вы хотите поучаствовать, пожалуйста, звоните и пишите. Ну, я думаю, что на этом нам, наверное, надо завершать. Да, время уже. Особое мнение наше подходит к концу. В гостях у нас был Николай Пихтин, член Общественной палаты Кировской области, соорганизатор дискуссионного клуба «Вечерний», в котором 19 августа пройдет необычное заседание с кандидатами в губернаторы. Программу вела Анна Лапшина. До свидания. До свидания, спасибо.